Привет, с вами Sawyer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня поговорим про JOT-токены. JOT-токены это JSON Web Token, JWT, который используется для авторизации на стороне сервера действий со стороны клиента. Клиентом может быть как сервис, микросервис, либо single application. В общем, любой клиент, который хочет, чтобы сервер выполнил какое-то действие, должен авторизовать это действие. И один из вариантов это использование Web Token. То есть, осуществляется проверка токена, если он соответствует тому, что заявлено, действие выполняется. Существует целый большой RFC 7519, который рассказывает, что такое токен, как он формируется, как он может использоваться и много другой полезной информации. Я в сегодняшнем видео хочу затронуть некоторые важные моменты, связанные с формированием тела токена, потому что их много где опускают. И я не нашел материала, который бы на это обращал внимание, поэтому решил снять это видео. Смотрите, 7519 RFC это классная штука, но на самом деле объяснить, что такое JOT-токен, можно на примере всего в нескольких словах. Значит, первое, что нужно знать, это то, что токены обычно передаются в Base64 кодировки. То есть, вам приходит вот такая строка, которая содержит всего вариации 64 символов. Все эти символы читаемые, то есть нету пробельных спецсимволов, которые не могут передаваться в Web или требуют дополнительной кодировки. Поэтому такие строки Base64 хорошо гуляют через все веб-интерфейсы, и ничего с ними дополнительного делать не надо. Кроме того, что при получении их нужно декодировать. Когда вы декодируете такую строчку, вы увидите, что она состоит на самом деле из трех частей. То есть, первая часть это заголовок, вторая часть это полезная нагрузка payload, и третья часть это сигнатура, подпись. Они здесь выделены разными цветами, вот заголовок, вот нагрузка полезная, вот сигнатура. Соответственно, когда вы их декодируете по Base64, вы получите набор строк, которые будут JSON. Соответственно, парсинг этих строк даст вам заголовок данного токена, в котором будет содержаться два поля. ALK это алгоритм, по которому нужно делать верификацию, и тип это тип этого данного токена. Payload, который будет содержать полезную нагрузку, которая может варьироваться. Она может быть разной, но о том, как она должна формироваться, мы вот сегодня в этом видео и поговорим. Ну и, собственно говоря, последняя часть это будет сигнатура, которой с помощью вот этого алгоритма вы проверяете сам токен на то, что он не был изменен в процессе доставки. То есть обычная подпись, которая генерируется на стороне, отвечающей за выдачу токена, и подлинность которой подтверждается подписью. Соответственно, процесс верификации заключается в том, что по алгоритму, который указан в токене, мы проверяем корректность этого токена. Значит, все дело в том, что прочитать токен можно и без верификации. Верификация нужна только для того, чтобы проверить, что токен не изменялся. Поэтому сама по себе BS64 кодировка ничего не скрывает. Вы можете ее декодировать, также получить полезную часть Payload и с ней работать. Если доверяете источнику, либо вы просто хотите взять эти данные. А вот если вы не доверяете и хотите сделать какое-то авторизованное действие, вот только тогда вам нужно делать верификацию. Вообще, JOT токены могут использоваться как для авторизации, так и для передачи информации. То есть вы можете в Payload положить какую-то полезную информацию и передать ее другой стороне, которая может проверить подпись и, соответственно, эту информацию использовать для изменения своего состояния. То есть не обязательно это авторизация. Например, я в своем платежном сервисе использую JOT токены для передачи информации о ордерах, о заказах. Поэтому, в принципе, это там все внутри замечательно ходит и мне обязательно это использовать для авторизации. Но важно то, что вот эта часть Payload, она формируется не совсем случайно. Существуют некоторые правила оформления, которые нужно знать. И вот именно эти правила оформления очень часто не рассказывают. О чем я говорю? Я говорю о спецификации, которая на самом деле достаточно много внимания уделяет тому, что должно быть в ключах, которые содержатся в Payload. Существуют зарегистрированные ключи, которые свойственны JOT токенам. Они перечислены в секциях 4.1.1 до секции 4.1.7. То есть вот эта часть секций, ключи, которые зарегистрированы. То есть эти ключи должны, если они используются, они используются только в том значении, которое описано в данной спецификации. Ну понятно, что здесь есть issuer, кто выдал сертификат, subject, аудитория, которая нам предназначена, истечение данного токена. Вообще токен, у которого нет даты истечения, это не токен. Это как раз вот полезная информация, которая может быть передана. Но даже у нее тоже должен быть интервал, после которого она перестает быть актуальной, эта информация. Дальше, not before, то есть по сравнению с истечением времени жизни токена, это обратная информация. Это время, с которого этот токен начинает жить. И вот эта часть, кстати, очень редко используется, но тоже может быть в некоторых случаях достаточно полезным образом использована. Дальше это ID-шник и время выдачи токена. И, собственно говоря, эти поля все являются зарегистрированными, но не обязательными. То есть нужно понимать, что вот эта часть, это то, что если вы используете, вы должны использовать именно в значении, которое описано в данной спецификации. Если не используете, ну вы их не обязаны использовать. То есть ваш токен может не содержать эту информацию. И вот дальше идет достаточно важная штука, это публичные ключи. О них многие забывают. Нужно понимать, что токен, который вы передаете, может использоваться не только вами, но и другими командами. Поэтому неплохо договориться о том, что есть такие значения ключей, которые всеми командами будут интерпретироваться одинаково. Такие ключи называются публичными. И команды, в данном случае не только команды вашей организации, но и команды разных организаций. Организации, которые работают вообще в другом, может быть, секторе, никак не связаны с вами юридически, но ваши приложения каким-то образом должны контактировать между собой. И вот тогда вы должны использовать публичные поля для того, чтобы интерпретировать их одинаковым образом. Для этого есть на самом деле отдельный набор ключей, которые сертифицированы, точнее не сертифицированы, а зарегистрированы в сообществе Яна. Я ее называю IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Прочитал ужасно, прошу меня за это простить. Но суть в том, что вот эта вот ассоциация, она отвечает за, если мы посмотрим в Википедии, она отвечает за администрацию адресного пространства интернет. Я ее сокращенно называю Яна, мне так проще. Значит, она отвечает не только за IP-адреса, но и за многие, связанные с специфицированием задачи, в том числе и там MIME-типы. И в том числе у нее есть, собственно говоря, страничка, где есть описание токенов, публичных токенов, которые могут использовать в JWT, в джойтах. Ох, как я сложно завернул, сам испугался. Смотрите, ключи их достаточно много, да. И они все на самом деле говорят нам о стандартных вещах, которые, как правило, встречаются в JWT токенах и которые должны, собственно говоря, интерпретироваться одинаково. Тут могут быть, кстати, вот, например, вопрос о ролях, да. Когда мы будем говорить про архитектуру, включать или не включать информацию о ролях, о группах, это достаточно специфическая штука, которая тоже есть интересные архитектурные особенности, о которых мы поговорим. Но прежде чем использовать какие-то поля в JWT токене, нужно свериться, есть ли для них стандартное описание. И тогда лучше использовать именно это описание. Это просто сделает ваши приложения более стандартизованными и, соответственно, вы будете частью вот этого всего комьюнити, которая придерживается спецификации. Мало где я встречал именно вот это пожелание использовать в первую очередь Яновские рекомендации в публичных ключах для JWT токенов. Значит, но если вы не нашли там свои информации, которые вы хотите зафиксировать, это случается, хоть и редко, но случается, вот тогда здесь есть понятие приватного ключа, который самое важное, что у него должно быть, это он должен интерпретироваться только в вашем приложении. То есть, по-хорошему, он не должен повторять публичные ключи, а должен быть именно специфичен для вашего приложения. И любой разработчик-сторонний, который увидит этот ключ, он скажет, что такое, я не знаю, что это такое. Потому что это приватный ключ, он специфичен для вашего приложения. Здесь еще важно сказать, что публичные ключи, они могут представлять из себя URI. То есть, это строка, которая будет уникальна и которая точно не вызовет коллизий в других приложениях. То есть, есть такая практика, когда вы вместо короткого ключа используете целую длинную строчку с адресом вашего сайта и конкретным местом, где предложенные данные, которые приложены к JWT токену, JWT токену данные, вы используете. А вот, это самое важное, что нужно запомнить из спецификации, что есть стандартизированные вещи, которые нужно использовать строго в соответствии со спецификацией. Если посмотреть на остальную часть спецификации, она достаточно подробно описывает, как вы можете предложить, например, в публичные ключи JWT токена свои варианты, как вы можете их отправить в Яну и как она там может быть зарегистрирована и так далее. Также есть отдельно о том, как различаются секьюрные и несекьюрные ключи. То есть, это все описано в спецификации. Есть информация, соответственно, о заголовке, как интерпретировать поля заголовка и так далее. Вот самое интересное, это здесь еще есть, это Unsecured JVT, да, JWT, вот, в которых рассказывано, как можно использовать не в секьюрном варианте токены для передачи данных. То есть, не обязательно, как вы видите, указывать алгоритм, это тоже спецификацией допускается и разрешается. Если вы пишете NAN в типе алгоритма, ваш токен не является секьюрным, защищенным и, соответственно, может передаваться просто как B64 данные, которые могут, соответственно, без всякой проверки декодироваться и использоваться. Это еще один важный момент того, когда начинаются споры, могут ли JWT быть несекьюрными или не могут. Вполне себе могут, это нормально, ничего страшного нет. Вообще, я рекомендую ознакомиться с этой спецификацией. В этом же видео я хотел вам рассказать, что существует простое описание JWT, да, это заголовок, payload, подпись, алгоритм, который его проверяет. И самое важное, это формировать payload в соответствии с правилами, которые описаны в спецификации. Это много кто забывает и много кто упускает. Второй момент, что JWT могут, JWT токены могут быть несекьюрными без указания алгоритма, это тоже важно. И вот как раз пример того, что в ключе может содержаться URI, да, вот такие страшные монстрообразные ключи, на первый взгляд, они допустимы в спецификации. Более того, они должны использоваться, если мы говорим о публичных ключах, которые не содержатся в списках Яна. Важные вещи, надеюсь, это было для вас полезно. В следующем видео я поговорю об архитектуре, потому что архитектура определяет многие важные моменты, например, то, как отзывать токены, как их повторно выдавать и так далее. Это будет рассмотрено в следующем видео по архитектуре. А третье видео, реализация, оно выйдет уже в рамках воркшопа на сайте SoerPro. Я вообще решил сейчас формировать такую подборку видео на своем сайте SoerPro для тех, кто меня поддерживает. И, собственно, там уже вышло видео, набор видео по REST API, там такой бодрый наборчик получился, который помогает хорошо проектировать REST API. И вот, собственно говоря, все практические вещи я теперь воркшопы буду выносить туда. Также я туда буду выносить все записи стримов и другой материал, который я считаю важным. Записи стримов, например, которые я делал на YouTube, можно посмотреть совершенно бесплатно в гостевом режиме. Воркшопы, они будут только для тех, кто подписан на воркшопы, доступные. Но, тем не менее, вот буду все это формировать, чтобы у вас было представление о том, что я там буду реализовывать. Вот эти публичные видео, которые вы можете посмотреть и понять, о чем я вообще рассказываю. Вы теперь сможете лучше понимать, что нужно и как включать в JOT токены. Ну, а в следующем видео мы поговорим уже про архитектурные вопросы. Спасибо. С вами был Сойер. До свидания.